Всем привет! Добро пожаловать на канал 1 2 3 клэй! С вами Надежда Елькина и в этом небольшом мастер-классе я решила показать вам подробный процесс изготовления вот такой милой и симпатичной брошки из полимерной глины. Для работы понадобится полимерная глина, гель, ролик и паста-машина, лезвие, макетный нож, проволочная щетка, супер-клей, застежка для броши, каттер небольшого размера, набор для шлифовки, карандаш и бумага, а также перчатки и влажные салфетки. Нарисовать полигональный рисунок очень легко. Начертите контур зайчика на бумаге и заполните его различными геометрическими фигурами. Этот рисунок будет шаблоном для броши. Разминаю черную глину и раскатываю в пласт толщиной 2 мм. Накладываю на пласт рисунок и слегка прикатываю роликом. Карандашом или тонким стеком нужно обвести все линии рисунка с небольшим нажимом. После этого на глине останется отпечаток рисунка. Разминаю разноцветную глину и раскатываю ее в небольшие пласты толщиной 1 мм. Лучше не использовать мягкую глину, а выбирать сорта потверже. Ровно по начерченным линиям вырезаю фрагмент шаблона. Выкладываю этот маленький кусочек на глину и аккуратно вырезаю по контуру макетным ножом. Переношу вырезанный кусочек с рабочей поверхности на пласт черной глины. Выкладываю фрагмент, ориентируясь на разметку отпечаток рисунка на глине. Слегка прижимаю пальцем и при необходимости подправляю края лезвием. Таким образом вырезаю следующие фрагменты рисунка из бумаги, затем из глины. И по принципу мозаики выкладываю их на черный пласт, ориентируясь на линии разметки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот что у меня получилось на этом этапе. Глину накрываю листом бумаги и роликом выравниваю поверхность, чтобы все части соединились между собой. Проволочной щеткой набиваю текстуру. Аккуратно срезаю черную глину по контуру броши. Макетный нож при этом стараюсь держать вертикально. И запекаю брошку в течение 15 минут при температуре, указанной на упаковке глины. После полного остывания тщательно шлифую края и обратную сторону броши. Использую наждачную бумагу номер 400, 600 и 800. Основу застежки смазываю суперклеем и сильно прижимаю к обратной стороне брошки. Остатки цветных пластов нарезаю на кусочки произвольной формы и собираю из них небольшую мозаику. Накрываю глину бумагой и выравниваю поверхность. Также, как и на внешней стороне броши, набиваю текстуру. Вырезаю маленьким каттером овал и вклеиваю его на смазанную гелем основу застежки. После чего снова отправляю брошку в нагретую печь на 20 минут. Вот такой очень симпатичный зайчик получился. Ставьте лайк, если понравилось видео, задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал. В следующих видео вас ждет много интересного. Творческих вам успехов и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова